Всем привет! А сегодня короткий обзор очень хорошей колоночки, маленькой да удаленькой Tronsmart Mirtune H1. И давайте сейчас ее быстренько разберем. Так, силикон, колонка, инструкция и кабель зарядки. Больше в принципе тут ничего не нужно. Вот такая у нас маленькая колоночка. Здесь есть классный такой вот карабинчик, который позволяет его повесить себе на джинсы, повесить на какую-то цепочку, повесить на рюкзак и так далее. Здесь нет ничего лишнего. Здесь есть огромные кнопки, с помощью которых вы можете переключаться. Здесь есть у нас кнопка, которая позволяет подключиться к нашему блютузу. И соответственно сама колонка. Сама колонка у нас на 8 ватт. Она защищена от различных капель и дождя, поэтому вы можете таскать ее с собой в походы. Вот здесь нет никаких слотов и портов, что в принципе удобно, что экономит место. И у вас довольно-таки маленький объем. Вот моя ладонь, вот она колонка. Вы в любой момент можете положить эту колонку в карман. Вы в любой момент можете прицепить куда угодно эту колонку. Она у вас никуда не денется, ничего с ней не случится. Кроме того, я смотрю, она такая довольно-таки противоударная. То есть вполне себе можно ее бросать. Ничего с ней случиться по идее не должно. Вес у нее, как у обычного смартфона, 250 грамм, поэтому в принципе можете наслаждаться звуком. Ну а теперь давайте послушаем, какой здесь звук. А звук здесь довольно-таки классный, несмотря на то, что здесь всего 8 ватт. Но эти 8 ватт с очень мощными басами и довольно неплохими средними и высокими частотами. Давайте послушаем. Чтобы приконнектиться, нажимаем просто кнопочку блютуза. И в данном случае у нас сейчас устройство входит в режим поиска. Далее я на телефоне очень-очень просто, очень-очень быстро включаю блютуз и ищу именно колодочку MirTune H1. В данном случае у меня тут, конечно, очень много устройств. Но вот я ее уже нашел. То есть в данном случае вот у меня принять. И сейчас вы услышите звук, что все уже подключено. То есть я делаю первое подключение после распаковки. И все это происходит довольно-таки мгновенно. По кодеку. Кодек здесь CSBC. Ждать какого-то супер качества звука от такой мощности и такой маломощности всего лишь на 8 ватт не стоит. Поэтому кодека CSBC здесь вполне себе достаточно. То есть и это, естественно, будет воспроизводиться на любых устройствах. Android, это iOS, это любые другие устройства, которые могут подключать колоночки по блютузу. Громкость была довольно-таки нехилая. И я аж удивился, потому что на самом деле здесь заявлено 8 ватт. Но эта колонка орет как бешеная. Причем она даже в состоянии провибрировать мою руку. То есть понятно, что я ее держу крепко. Но поверьте, моя рука при этой громкости вибрировала довольно-таки нехило. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, по звуку. Что я могу сказать буквально при прослушивании вот этих самых нескольких минут, которые я сейчас показал и вам. Басы здесь невероятно сочные для всего лишь 8 ватт. Причем громкость сейчас была не на максимуме. Понятно, что на максимуме уже будет слышно, конечно же, репение. Но чего можно хотеть? От 8 ватт и, в принципе, стоимости 25-28 баксов. То есть, ну, в принципе, колоночка довольно-таки недорогая, но довольно-таки мощная. Итак, эта колонка может работать в течение 20 часов от одной зарядки. 20 часов это при 50% громкости. Вот, чтобы вы не выставили. В этой колонке нет ничего лишнего. То есть сюда вы не можете поставить SD-карту. Сюда вы не можете подключить Line-линию. Линию сюда вы не можете подключить ничего другого, кроме блютузного подключения. Эта колонка не боится грязи, пыли и дождя. В принципе, ее можно использовать в любых ситуациях. У этой колонки яркие, высокие и низкие. Средние, как говорится, будут пускай средними, но высокие и низкие довольно-таки яркие. Несмотря на объем этой колонки, он небольшой. У этой колонки классный карабин. Вы можете сюда, в принципе, практически что угодно. Хоть канат какой-нибудь засунуть, подвесить, где вам будет удобно. И, в принципе, карабин работает шикарно. Эту колонку легко и удобно подключать в темноте. Потому что здесь у нас есть кнопка включения и кнопка блютуза. Причем эти кнопки, они чувствуются пальцами. То есть вот я чувствую кнопку включения. Вот я чувствую, вот здесь вот у нас блютузная кнопка. Опять-таки, вот эти кнопки, они тоже чувствуются довольно-таки классно. То есть в данном случае у нас здесь идет треугольник. То есть play, у нас идет здесь минус и у нас здесь идет плюс. То есть сейчас я не вижу, но вполне пальцами определяю, что у меня здесь есть. То есть использовать ее с закрытыми глазами, в темноте, в каких-то сложных условиях довольно-таки классно. Как вы знаете, обзор колонок Tronsmart я делаю уже давно, потому что эти колонки мне самому лично нравятся, мне нравятся их качества, мне нравятся их звучания. Поэтому, в принципе, я никогда не отказываюсь от работы с этим самым рекламодателем. И у меня есть вот такая вот колонка, на которую я делал обзор, наверное, лет так 7-8 назад. И до сих пор, как вы видите, у меня эта колонка есть. До сих пор она работает. Я сделал сравнение. Сейчас, конечно, через микрофон я этого делать не буду, потому что, скорее всего, вы разницу не услышите. Но эта колоночка у нас идет 10-ваттка, а эта колоночка у нас 8-ваттка. И по уровню громкости и по качеству звучания вот эта колонка оказалась лучше. Не знаю, может быть, конечно, со временем что-то с этой колонкой стало не так. Может, уже не вывозит батарейка на максимальной громкости, потому что понятно, что за это время батарейка просаживается. И по емкости, и по мощности. И таким образом, я не тестировал эту колонку, подключенную к кабелю. То есть, одновременно я тестировал их на своей батарейке. И пока что мне нравится по звуку вот эта колонка, которая хоть и меньше у нее ваттаж. А на этой колонке у нас 10-ватт. Но, в принципе, эта колоночка мне нравится больше. Да и по размерам она меньше. Ну, а если вам надо подключать TF-карту, подключать Line Line, подключать еще что-либо, что вы захотите, то, в принципе, можете использовать вот такую колонку. Кстати, вот на этой колонке я показывал, как работает True Wireless Stereo. И оно на самом деле очень-очень классно звучит, когда вы покупаете две такие колонки. То есть, вы можете купить одну такую, или две таких колонки, или наоборот, две таких колонки. И, соответственно, у вас будет настоящее стерео. Хотя, эта колоночка, в ней заявлено, что здесь уже идет стерео из одного динамика. Я не знаю, как это реализовано. На слух я этого, конечно же, не слышу. Ну, то есть, если включить какой-то стереозвук, то слышно, например, как у меня из уха в ухо там перемещается пчелка. Либо там разные есть тестовые звуки, которые позволяют услышать, работает ли стерео. Да, из уха в ухо у меня все перемещается. Это такой себе 3D звук. Но, настоящая True Wireless стерео, которая работает именно по Bluetooth, будет только в том случае, если вы покупаете две колонки. Ну, учитывая стоимость 28 баксов, 25, даже может быть со скидкой на каких-нибудь распродажах, то вы можете купить две такие колонки. У вас будет реальная классическая стерео, которая есть на обычных аудиосистемах. В общем, вот такая вот информация. Эта колоночка на самом деле прикольная, особенно для молодежи, особенно потому, что она стоит недорого и звучит довольно-таки хорошо. JBL Clip рядом не валялись. Это похожая колонка JBL Clip. Особенно вот эта последняя, она очень как-то плохо звучит. Можете, в принципе, попробовать купить эту колонку и у кого есть JBL Clip послушать вместе. Я могу сказать, что это работает намного лучше. Здесь басы намного-намного ярче. Вот так вот. Ну и, конечно же, если хотите заказать эту колонку, а может быть, хотите заказать и вот такую колонку, там она сейчас вышла с очень классной подсветкой, то переходите по ссылке в описании в официальный магазин компании TronSmart и заказывайте или эту колонку, о которой сегодня шла речь, или эту колонку, если вдруг вам нужно побольше мощности, либо вы хотите, чтобы у вас была еще и красивая подсветка. Как видите, эта колонка тоже подвешивается, правда, уже на карабинчик. И возможностей здесь, конечно, побольше. Ну а на этом всем пока!